Здравствуйте всем! Я вам говорила, что у меня в этом году будет пополнение коллекции метельчатых гортензий. Ко мне уже пришли два укорененных евро-черенка с травбери-блоссом и пинки-промис. Это для белорусов из совместных закупок саженцы Тутбел. Вчера вот их получила. Они были... Ну, конечно, девочки получают в этих кассетах много, чтобы их не засушить. Поэтому, знаете, они немножко как бы такие залитые. Почистила всю вот эту корневую систему. Белых корешочков не было, они стали коричневыми, потому что залиты. Сейчас я их хочу... Ну, вот, посмотрите, давайте рассмотрим, какой череночек. Маленький на одну почку. Ну, и две веточки она дала. Но живучий. Тут видно почки. Тут почки, проснувшись. Вот этот стволик дал корешочки. Поэтому на улице у нас еще снег и морозы обещают. Я буду сажать их в горшки П-9. Это вот стравбери-блоссом такой и вот такой череночек пинки-промис. Вот. Вот этот грунт я с них... Видите, корешков белых, как таковых, всасывающих нету. Но корни есть. Она живая, она заработает. Когда ей не будет вот это вот залито, корни будут дышать. И приготовила... Видите, пинки-промис вот такая. Почечки живые. Тут тоже, видите, вот стволик и тут тоненькие. Я думаю, что наберусь я все-таки смелости и обрежу тут. Но сразу я ее посажу и покажу все, что делаю. Грунт какой приготовила. Опять же, я взяла грунт терракульт. Извините, не могу всем на все вопросы ответить. Я все делаю одна. Терракульт, потом кислый грунт и разрыхлила перлитом. Видите, рыхлый, чтобы корешки мои вот эти, у этих гортензий дышали. Конечно, посажу. Буду немножко заглублять. Они такие тоненькие. Вот до этой пары почек, я думаю, до первой на этом стволике, я вот это тут заглублю. Ну, не заглублю, вот так вот посажу. Показывать сам процесс посадки не буду. У меня, видите, столько много всего, не хватает просто места. Но грунт довольно-таки рыхлый. Сейчас вот покажу вам грунт, какой у меня. Ой, так, вот он. Видите, рыхлый, дышащий. Практически такой, как и для черенкования, только больше я сюда добавила еще перлита. Больше перлита и кислого грунта. У меня грунт для голубики, поэтому смешала где-то в равных пропорциях. Ну, и жменьку взяла перлита. Вот такой. Посажу их. Ну, и, конечно, им требуется, я думаю, что будет обрезка. Все-таки не буду я жалеть, я их обрежу. Ну, в общем, дальше покажу, что буду делать. Посадила я эти свои череночки маленькие и полила только вот сюда, видите, под этот вот стволик. Полностью не проливала, чтобы все-таки корневая система дышала. Ну, и сейчас земля немножко осела, я подсыплю. Смотрите, вот с травбереблосом. Что буду делать? Обрезать ее не буду. Посмотрите, вот над этим череночком тут почки не проснулись. Дальше пара почек проснулась. Ну, еще на этом стволике почки проснулись. Смотрите, что хочу с этой гортензией сделать. Когда я увижу, что она... Еще, кстати, когда я сажала вот этот туда, немножко опудрила укоренитом. Все-таки как-то корешочки непонятно какие, белых всасывающих нету. Но сейчас, как растут вершки, вот фотосинтез идет из зеленых этих вот, и тогда растут и корешки. Все должно пойти. Но, смотрите, над стравбереблосом буду поступать так. Я ее обрезать не буду. Дождусь, когда она выпустит вот эти почечки. Хотя бы будут по 5 миллиметров. Ну, и корневая система уже заработает. Я их возьму для черенкования. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Будет у меня тут, да? И вот тут внизу запасная почка. Посмотрим, если я тут ее... Ну, вот, в общем, я буду вам показывать. Понимаете, что хочу сделать? Как подрастут по полсантиметра. Ну, или наклюнутся более-менее будут живые. И я переверну, увижу корневую систему белую всасывающую. Значит, я их тут отщипну. Может быть, некоторые. Потому что столько мне, в принципе, веток и не нужно. Для этой гортензии я бы ее вообще стоило бы обрезать вот тут. Над этой, вот видите, вот тут, где мой ноготь. Вот тут вот почечки. Стоит обрезать вот так. Это я так поступлю с тропбереблосом. А спинки промис, смотрите, вот тут почка на этом стволе. Она как бы такая больше уже видно наклюнутая. Вот тут, видите, вот. Поэтому, вот она, стропбереблосом, ой, пинки промис. Поэтому я или пан, или пропал. Чем оставлять вот эти веточки? Они тут сломаны. Это одна веточка сломана. Тут, ну, это как бы я всегда все обрезаю низко. Или пан, говорю, или пропал. В наши белорусские рубли это 10 рублей стоило. Это гортензия. В общем, посмотрим. Сейчас вот над этой парой почек обрежу. Покажу вам результат, какой он будет. Вот почечка. Я ее еще очки и съемка увеличенная. Мне тяжело. И обрезаю. В общем, обрезала. Плакать будет она. Что с ней тут будет? Не знаю. Буду тоже вам показывать. Смотрите, тут она в рост еще не пошла. Но она живая. А вот эту рогаточку поставлю в воду. Тут еще есть. Ну, тут одна ветка сломана. Ну, в надежде что-то. И вот тут буду дожидаться зеленых побежков. Видите, тут на этом стволике больше почек нет. Значит, это ставлю в воду. Если все пойдет хорошо, дожидаюсь этих почечек. Укореняю. А тут, вот видите, обрезала на одну почку. Ну, она ничего пока не плачет, потому что она не проснулась. Я даже думаю, если вдруг она тут будет влажная, я ее вынесу просто в предбанник. На улице, конечно, холодно, чтобы она в спящем состоянии была. Да, видите. Ну, вот так я поступила с пинки промис. Один череночек как бы безжалостно обрезала. Я понимаю, что у кого-то сердце кровью обливается. А второй оставила вот в таком состоянии. Сейчас немножко-немножко подсыплю, чтобы тут стволик очень короткий. А тут почки, видите, более они видны. Поэтому поступлю по-другому. Надеюсь на зеленое черенкование у гортензии с трофбери блосом. Вот, в общем, я никого не призываю делать, как я. Я вам показываю, что делаю я. Потому что, знаете, многие претензии, что я часто показываю свои ногти, иногда кому-то руки. Но я, понимаете, кому ценная информация, которую я показываю, я думаю, это важнее, чем лишний раз где-то промелькнет моя рука или мои ногти. Еще, извините, не всем могу ответить на вопросы. Многие, много поступают вопросов. Потому что, знаете, я все делаю одна. Растений много. Я еще работаю. Еще есть какая-то жизнь. Поэтому, извините, по мере возможности буду отвечать. А пока спасибо, дорогие друзья, за внимание. Ну и ждем следующих видео, как поведут мои красотки. А где они сейчас будут? Они тоже будут стоять под подсветкой. В принципе, когда свет, ну вот как мои черенки, видите, самарские лидии. Когда у них свет и тепло, корни должны заработать при температуре этой. Но главное, если вы сажаете, не заливаем. В принципе, так же, как корни тут, корни и тут. Но я ж любитель все переворачивать. Скорости я тут, может, через недельку-полторы переверну. Посмотрю, как корневая у них заработала. В общем, я увижу по вершкам и корешкам. А пока спасибо, дорогие друзья. Ну и до новых встреч. Мира нам всем.